Нет, ну, конечно же, политическое устройство страны в целом, оно все-таки мобильно. Конечно, у нас все политические системы достаточно закостенелые, но все равно определенное количество мобильности в любом случае в политической системе есть. То есть от выборов к выборам картина немножечко меняется. И я считаю, что вот то немножечко, я имею в виду та скорость, с которой меняется политический ландшафт нашей страны, это именно та скорость, которую не нужно, так сказать, делать выше, не нужно ускорять этот процесс, потому что мы, так сказать, говорим о том, что вот-вот-вот нам нужна демократия западного типа, совершенно забывая о том, что мы, в принципе, так сказать, живем в так называемых демократических условиях всего 20 лет. И мы ожидаем, что наша демократия 20-летнего возраста будет столь же, так сказать, взвешена и столь же правильно работающая, как демократия в Швеции или в Дании или в Голландии, где, так сказать, демократия насчитывает несколько веков. Поэтому я считаю, что процесс идет так, как он может идти. То есть скорость нашего политического развития, она соответствует, собственно говоря, нашему политическому возрасту, то есть политическому возрасту нашей демократии. И, на мой взгляд, это имеет прямое отношение к региональным выборам, то есть это будет, собственно говоря, отражено в региональных выборах. И мне лично кажется, что несистемная оппозиция, да, наверное, как бы у нее ситуация будет несколько лучше, чем просто ноль. Системная оппозиция, еще раз повторяю, я убежден в том, что этим людям не нужна по-настоящему власть, этим людям нужно делать вид, что они у власти. А что нам нужно? Нам нужны хорошие хозяйственники. Я живу в Подмосковье. Я лично считаю, что Подмосковье требует в первую очередь не политического лидера, а лидера хозяйственного, экономического, так сказать, ну, серьезного управленца. В этом смысле я вот поддерживаю исполняющего обязанности губернатора Подмосковья, который нынче, который сегодня, вот, собственно говоря, эти обязанности исполняет. Вот. Я еще раз говорю, что дело не в том, что я обеими руками и, так сказать, и такой верно подданный, и обожаю власть. Дело не в этом. Я просто считаю, что наши политические процессы идут с той скоростью, с которой они могут идти в условиях того, что мы живем в постиндустриальном, посткапиталистическом обществе, и нашей демократии всего 20 лет. Посмотрите на другие страны бывшего Советского Союза. Какие демократии там?